По итогам 2013 года в Казахстане зафиксировано около 4000 фактов фальсификации сверельства прохождения технического осмотра автомобиля. Такая неутешительная статистика стала одной из основных причин введения мажористменами новых правил о дорожном движении. Одним из пунктов сокращения махинации с документами станет усиление контроля за центрами технического обслуживания. По итогам специалистов с этого года прохождение техосмотра станет автоматизированным. Загнали машину, машина проходит технический осмотр. В онлайн режиме комитет транспортного контроля может в любое время проконтролировать, прошла машина или не прошла. И причем зафиксированы будут тоже в онлайн режиме все приборы, которые используются при техническом осмотре. По словам Валерия Карабалина, предположительно данное новшество вступит в силу в конце лета. Тогда же отпадет необходимость в столоне о прохождении техосмотра и диагностической карте. Вся информация о прохождении технического осмотра будет храниться в электронном виде в базе данных МВД. Прошла машина технический осмотр, вот той же по автоматизированной системе. Вся информация об этой машине, естественно, легла в комитете транспортного контроля. Комитет транспортного контроля эту базу отдает Министерство внутренних дел, то есть той же административной полиции. И сотрудник дорожной полиции, остановив машину, он пробивает номер машины, хозяина, и тут же у него высвечивается, прошел он технический осмотр или не прошел. Кроме того, согласно новым правилам о дорожном движении, ответственность за ДТП автомобиля, недавно прошедшего техосмотр, ляжет на владельцев центров технического обслуживания. Пока сроки вступления в силу новых правил неизвестны, так как на данный момент идет доработка документа. Но уже совсем скоро техосмотр станет более прозрачным, что позволит сократить количество фальсификаций свидетельств о прохождении технического осмотра. А это, в свою очередь, приведет к снижению количества ДТП, связанных с техническими неполадками автомобиля. Из Кадыр Байкенов, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.